Всем привет! С вами канал High English. Сегодня мы продолжаем изучать английский язык. У нас двадцатый грамматический урок. И сегодня мы будем говорить о таком слове, как well. И будем говорить о predictions. Вы же скажете, так мы же говорили на прошлом занятии о predictions. Да, верно, мы говорили на прошлом занятии о predictions. Но тогда мы говорили о том, что если вы видите, что что-то произойдет с ситуацией, понятно, что произойдет. Вы видите, что мальчик сейчас упадет с дерева. Или мальчик сейчас врежется в дерево. Или сейчас она выиграет забег. Тогда вы используете структуру going to. Потому что это происходит. Вы видите на небе тучи. И вы скажете, что сейчас будет дождь. It's going to rain. Все очень просто. Вы используете, когда говорите о predictions, о прогнозах, структуру going to. Когда вы видите, что сейчас что-то произойдет. Но когда вы пальцем в небо так... Я буду счастлив через 10 лет. Да, но особо предпосылок к этому нет. Поэтому это будет вилами по воде писано. Will. Будет структура will. I'll be late. Я опоздаю. То есть, судя по всему, вы думаете, что вы опоздаете. Вы не видите вот сейчас в эту секунду. Потому что вы, например, говорите о будущем. Завтра, например, в 5 часов я опоздаю. Вы сейчас не знаете, опоздаете. Или точно на 100%. То есть, это не сейчас происходит. Вы еще не выехали навстречу, например. I'll be late. Но вы знаете, что вы опоздаете. Опоздаете. A prediction is what you think will happen or won't happen. Смотрим. Will и апострах l, l. Это will сокращается. Например, вы можете сказать... I will be late. Я опоздаю. Или же вы можете сократить will к двум буквам и апостраху. I'll be late. I'll be late. I will be late. I'll be late. I will be late. I'll be late. Вот так. Дальше смотрим. A prediction is what you think will happen or won't happen. Prediction вы уже знаете. Это предсказание. Предсказание, прогноз. Это то, что вы ищите. Знаете? Happen. Happen – это происходить. Will happen – произойдет. Или won't happen. Я хочу, чтобы вы посмотрели внимательно на это слово. Won't – это отрицательная форма глагола will. Вспомогательного глагола will. Когда я скажу I will not go, я туда не пойду. I will not go there. Я туда не пойду. Мы можем сказать I will not go there. Полную форму. Или же можно сказать сокращенный вариант. И он будет очень-очень странно выглядеть. I won't. I won't. Will not. Кстати, я букву T пропустил. Will not сокращается к слову won't. I will not go there. Это то же самое, что сказать I won't go there. I won't go there. I won't go there. I will not go there. Или I won't go there. Это полная форма. Won't – это редуцированная форма. Итак, смотрим дальше. Jim will pass all his exams. Jim сдаст все свои экзамены. Will pass or pass all his exams. Will – это у нас прогноз. То есть мы прогнозируем, что Jim сдаст все свои экзамены. Мы точно не уверены. И мы всего лишь делаем прогноз. Jim will pass all his exams. It will rain tomorrow. Завтра будет дождь. Завтра будет дождь. Здесь наш прогноз по поводу завтра. I'll be late tonight. Завтра я опоздаю. I'll be late tonight. Сокращенно will сокращается к двум буквам I'll. И произносится I'll. Кстати, о произношении. Вот это слово, оно произносится как won't. У вас будет звук оу. Вот так он пишется. Потому что иногда путают со словом won't. Won't – это хотеть. Won't. Вот так. Won't – хотеть. А здесь звук won't. Вот такой. Won't. I won't. Я хочу. I won't. А здесь – оу. I won't. Я что-то не буду делать. I won't go there. I won't go there. It won't rain tomorrow. We can show that we are not certain, неуверены. We are not certain with perhaps, probably, I think, or I expect, or I don't think, or I don't expect. Если вы неуверены в чем-то, вы можете использовать эти слова. Если вы не знаете, это произойдет или нет, вы говорите I don't know. Я не знаю. Если вы говорите возможно, то есть эти слова все вы можете использовать в конструкциях со словом will. Например, Jim will pass all his exams. Вы просто говорите, что Jim сдаст все свои экзамены. Но когда вы неуверены, вы можете сказать, возможно, Jim, или perhaps Jim will pass all his exams. Или же вы так думаете. Это уже не perhaps, а I think. То есть, ваше мнение, наверное, оно заслуживает на какое-то экспертное мнение. То есть, I think we, уверенность побольше. I think Jim will pass all his exams. I think Jim will pass all his exams. Я думаю, Jim сдаст все свои экзамены. Дальше слово probably. Probably это скорее всего. Это 80% уверенности в чем-то. Да, 80% это приличная уверенность, скорее всего, да. Jim will probably pass all his exams. Jim will probably pass all of his exams. Probably будет стоять перед глаголом. Will probably pass all his exams. I expect, я ожидаю, вы ожидаете. I expect, то есть, вы бы сделали ставки, могли бы поставить деньги на это. I expect Jim will pass all his exams. И когда вы очень сильно уверены, да, вы говорите, I'm sure, я уверен, I'm sure you will pass your English exams. Я уверен, вы сдадите ваши экзамены с английского языка. Итак, дальше Jim will, ну, здесь с этими словами у нас есть примеры. Jim will probably, probably, еще раз, скорее всего, 80% уверенности. Запишите, probably, скорее всего. Jim will probably pass all his exams. Jim will probably pass all his exams. Perhaps I'll be late tonight. Perhaps I'll be late tonight. Возможно, я сегодня припоздаю, опоздаю. I'll be late tonight. I don't expect it will rain. I don't expect it will rain. I don't expect. Обычно мы отрицаем этот глагол, то есть, мы не будем говорить I expect it won't rain. Not мы вдруг во второй части предложения не ставим. Мы ставим not в первой части предложения, вот в этой части предложения. I don't expect. Например, я думаю, что дождя не будет. Мы не скажем I think it won't rain. Мы скажем I don't think. I don't think, как здесь показано. I don't think. I don't think it will rain. I don't think it will rain. I don't expect it will rain. Да? Я не думаю, что будет дождь. Если вы поставите not здесь, it will not rain. То есть, здесь у вас не будет not. Точнее, don't. I expect it won't rain. Это не будет правильно. Нужно сказать I don't expect it will rain. I expect it will rain tomorrow. Я ожидаю, что завтра будет дождь. I expect it will rain tomorrow. I think, я думаю, he will come to the party. Я думаю, он придет на вечеринку. То есть, здесь, опять же-таки, я говорю о predictions, но predictions не то, что сейчас происходит, now, что сейчас я вижу, как он идет на вечеринку. Нет. Я говорю о том, что произойдет в будущем, в ближайшем будущем. Я думаю, что он придет на вечеринку. I think he will come to the party. I don't think it will rain. Я не думаю, что будет дождь. Вот это предложение, о котором я вам говорил. Когда вы говорите, я думаю, что не будет дождь, not здесь ставить нельзя. Нужно not ставить всегда вот здесь перед think. I don't think it will rain. I don't think it will rain. И дальше. We can also show that we are certain with I am sure. Когда вы сильно уверены, вы можете использовать I am sure. То есть, вы уверены, очень большая уверенность, ваша уверенность. I am certain. I am sure. I am sure it will rain tomorrow. I am sure it will rain tomorrow. Я уверен, завтра будет дождь. I am sure it will rain tomorrow. I am sure. Завтра не будет дождя. I am sure it won't rain tomorrow. В этом случае вы not будете ставить после will not, после will. Вы не скажете I am not sure. It will rain tomorrow. Смотрите, вам нужно запомнить I don't expect и I don't think. Всегда, когда вы будете с этими двумя словами, фразами I don't think, строить предложение, то тогда у вас эти слова expect и think будут отрицаться. А вторая часть предложения, она не будет отрицаться. Дальше. Statements. Мы сейчас поговорим, как образуется will в утверждениях, отрицательных предложениях и, конечно же, в вопросах. Вот вопросы. Statements. Вы знаете, уже я вам сказал, что когда у нас есть will, мы можем сократить к апострофу и две буквы L. Например, they will leave now, tomorrow. Они уедут завтра. They'll live tomorrow. Это то же самое, что сказать they'll. They'll сокращенный вариант. They'll leave tomorrow. После leave мы используем инфинитив. Инфинитив. They'll leave tomorrow. I will leave tomorrow. Я уеду завтра. I will leave tomorrow. Короткая форма. I'll leave tomorrow. I'll leave tomorrow. I'll leave tomorrow. Short form. I'll leave. Полная форма. I will leave tomorrow. То есть есть короткая, есть полная форма. Полная форма это will. Короткая форма. I'll. Две буквы L и апостроф. Дальше. Ну, здесь примеры. I will leave. You will leave. Не забывайте E, A произносить как длинный звук E. И I will leave. You will leave. He will leave. She will leave. Live – уезжать. It will leave. He will leave. They will leave. Помните, здесь they will leave мы не используем to. Не, they will to leave. А they will leave. To нельзя использовать. I will leave. You will leave. И так далее. Отрицательные предложения образуются с помощью частицы not. Мы добавляем частицу not после will. Например, смотрите, когда у вас will not, нужно сократить will not к won't. Won't – сделать маленькое слово won't. Will not сокращается к одному слову won't. Won't – не забывайте правильно произносить. Это звук O. I won't. I won't. I won't. I won't be at school on Friday. Be – это глагол быть. Еще раз напоминаю, что после вспомогательного глагола will у вас будет глагол в инфинитиве. I won't be at school on Friday. Дальше. I won't leave. Я не уеду. I won't leave. Ты не уедешь. You won't will not. You won't leave. He won't leave. Он не уедет. She won't leave. Она не уедет. It won't leave. оно не уедет, едет, we won't leave, мы не уедем, they won't leave, видите здесь все просто, не важно какая, первое лицо, второе лицо, единственное число, множественное число, везде будет одна и та же форма, везде будет will, смотрите везде, will, 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 неважно какая форма, и везде мы будем добавлять not, 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 это сокращенная форма, неважно, и везде будет глагол в инфинитиве, leave, везде leave, 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 в инфинитиве, никаких окончаний и не ставится to, вот такая форма этого глагола will, и когда вопрос, will это сильный глагол, это модальный глагол, и что это значит, это значит, что мы можем с помощью этого глагола с легкостью образовывать вопросы, например, will и что именно, то есть мы ставим вспомогательный глагол, как обычно мы образуем вопросы, вспомогательный глагол, потом субъект, что именно, will the shop, и потом глагол, verb, вот глагол быть в инфинитиве, will the shop be open tomorrow, магазин будет открыт завтра, will the shop be open tomorrow, will I leave, я уеду, will you leave, ты уедешь, will he leave, он уедет, will she leave, она уедет, will it leave, она уедет, или он, поезд, да, например, it, это не живой предмет, может быть животное, или поезд, например, вещь какая-то, will we leave, мы уедем, will they leave, то есть у нас will, потом еще раз, субъект, кто и глагол в инфинитиве. Давайте сделаем первое упражнение, complete each sentence, or question нужно заполнить каждое предложение или вопрос, и у нас будут попадаться вопросы вот здесь, нам нужно правильно поставить will и won't, употребить, используя глаголы в скобках, например, I will choose the team next week, я выберу команду на следующей неделе, I will choose the team next week, окей, я вас попрошу нажать видео на паузу, постараться сделать это упражнение, сами берете в листочек, пишете ответы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, до десяти, нумеруете, пишете ответы, потом я продолжу видео, и мы проверим, насколько вы правильно нам писали или нет. Не забываем подписываться на канал, ставьте ваши лайки и не забываем нажимать на bell notification button, это называется, на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вам будет приходить сообщение о том, что появилось новое видео на канале. Hi English. Итак, второе предложение you и у нас not, поэтому нам нужно построить отрицательное предложение. You, ты, потом вспомогательный глагол will, но will not, но обычно это сокращает к слову won't, won't, you won't и глагол в инфинитиве have. You won't have a lot of time to answer the questions. You won't have, вы не будете иметь a lot of time, много времени, что сделать? To answer the questions, дать ответы на вопросы. You won't have a lot of time to answer the questions. У вас не будет много времени дать ответы на вопросы. Третье предложение Mr. Jones, be back at about 7.30. Мы делаем predictions, мы здесь говорим о прогнозах, то есть это прогноз, что у вас не будет времени. You won't have a lot of time to answer the questions. Может быть и будет, кто не знает точно. Mr. Jones придет назад около 7.30. Mr. Jones will be back at about 7.30. Mr. Jones will be back. Mr. Jones, здесь мы не смотрим, это единственное число или множественное число. Нужно нам употреблять do, does, нет. Мы везде будем will, нет разницы, множественное число или, не множественное число. Mr. Jones или Bill and I. Везде будет will. 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 Форма одна для всех лиц. Mr. Jones will be back. Be back. Be back, это вернуться, как в терминаторе. I will be back. Я вернусь, ну точнее там, I'll be back, сокращенная форма I'll. I'll be back. Я вернусь, I'll be back. Четвертое предложение. Dmitry not know the answer. Дмитрий не будет знать. Я говорю о будущем. Кстати, я забыл вам сказать, что will употребляется тогда, когда мы говорим о будущем. Да, мы скажем, что делаем свой прогноз. Так, не спрашивай Дмитрия. Дмитрий не будет знать ответ. Dmitry will not или сокращенно won't. Dmitry won't know the answer. Dmitry won't know the answer. Пятое предложение. I'm sure Jane like her birthday present. I'm sure, я уверен, Jane like любить her birthday present. То есть, I'm sure, я уверен, что Джейн полюбит, то есть, что Джейн понравится ее подарок на день рождения. То есть, тот подарок, который ей подарят. I'm sure, Джейн will like her birthday present. Шестое предложение. Смотрите, здесь знак вопроса. Поэтому мы начинаем слово с will. Потом кто? You. Will you give? Инфинитив. Will you give us any homework on Friday? Вы будете задавать нам какое-то домашнее задание Friday в пятницу? Will you give us any homework on Friday? Седьмое предложение. There not be any lessons tomorrow. Завтра не будет никаких занятий, никаких уроков. There и нас будет will not. Потому что это отрицание, можем сказать и лучше даже сказать won't. There won't be any lessons tomorrow. Завтра не будет никаких уроков. Мы делаем прогноз по отношению завтра. Чувствую, что завтра не будет никаких уроков. There won't be any lessons tomorrow. Восьмое предложение. У нас вопросительный знак. Мы смотрим в конец предложения. Если вопросительный знак, значит нам нужно построить вопросительное предложение. Как мы строим? We see you tomorrow evening. Мы увидим вас tomorrow evening. Evening – это вечер. Tomorrow evening – это завтра вечером. И мы начинаем с вопросительного слова. Конечно же, с will. Потому что, если мы скажем… Кстати, если вам сложно построить вопросительное предложение, построите утвердительное предложение. Например, вы, мы, will see you tomorrow evening. Мы увидим вас завтра вечером. А потом возьмите это will и переносите сюда. И будет что? Will we see you tomorrow evening? То есть это называется инверсия. То есть will прыгает в начало предложения. Субъект и will, они делают обмен местами. Меняются местами. Will we see you tomorrow evening? Will we see you tomorrow evening? То есть так нужно построить вопрос. Значит, ага, будет will. Will, потом we. Will we see you tomorrow evening? Will we see you tomorrow evening? Девятое предложение. I expect lots of people. Я ожидаю, что много людей. I expect lots of people. Что сделают? I expect lots of people will buy, will buy, купят Alan White's new books. Я ожидаю, что много людей купят книги Alan White. Alan White. Alan White's book. Следующее предложение, десятое. I think our team win, это выиграть, win the match. I think our team will win the match. I think our team will, в будущем, win the match. I think our team will win the match. Итак, последнее предложение. Здесь нужно rewrite each sentence, переписать каждое предложение using the words in bold, используя слова, выделенные жирным шрифтом. Смотрите, первое предложение. It'll be cold tomorrow. Завтра будет холодно. It'll be cold tomorrow. Вам нужно использовать это выражение, которое справа, жирным шрифтом. И, it'll be cold tomorrow. Это будет холодно завтра. Вам нужно перефразировать, чтобы использовал вам был will. Вспомогательный глагол или модальный глагол will. I'm sure it will be cold tomorrow. То есть, я уверен, что будет холодно завтра. I'm sure it will be cold tomorrow. I'm sure it will be cold tomorrow. I'm sure it will be cold tomorrow. Дальше. Второе предложение. We'll win. Мы выиграем. We'll win. We'll win. Вам нужно сказать I expect. Сейчас вы останавливаете видео и пытаетесь сами сделать это упрочнение. Можете подписаться на канал. Не забываем подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, спрашиваем, что не ясно. Ставим лайки и также нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, второе предложение. We'll win. Мы выиграем. Вам нужно сказать I expect. Я ожидаю. I expect. Это я ожидаю. I expect. I expect. We will win. Я ожидаю, что мы выиграем. I expect we will win. Или I expect will win. I expect will win. Следующее, третье предложение. I'll leave now. I'll leave now. Сейчас я уйду. Я сейчас куда-то уйду. I think. Я думаю. I think. I think. Кстати, из I think часто используется will. Но в предыдущем уроке, на предыдущем уроке мы разбирали предложение также, где было I think и использовала структуру going to. То есть, I think – это не стопроцентный показатель того, что будет использовано will по отношению к будущему времени. Например, если вы думаете, что человек, который едет быстро на машине, вот сейчас разобьется, он сейчас летит быстро, вы скажете I think he's going to crash. Думаю, я сейчас уйду. I think I'll leave now. Вот так. Дальше, четвертое предложение. Jim won't be late. Jim не опоздает, я уверен. I'm sure. I'm sure. Jim won't. Won't be late. Я уверен, что Jim не опоздает. I'm sure Jim won't be late. Jim won't be late. I'm sure Jim won't be late. Смотрите, если вы скажете I think, я думаю, что Jim не опоздает, у вас здесь вы не можете сказать won't. Вы скажете I don't think. Я не думаю, что Jim опоздает. Я не думаю, что Jim опоздает. I don't think Jim will be late. I don't think Jim will be late. Пятое предложение. It won't take long. Это не займет долгое время. Это не займет длительное время. I expect. Я ожидаю. Я ожидаю. I expect it. It won't. It won't take long. It won't take long. Long. Вот так. I expect it won't take long. I expect it won't take long. Ну смотрите, как я уже вам сказал, вам нужно, когда у вас expect и отрицательное предложение, если у вас expect и если у вас think, вам нужно сказать not с expect. То есть вам нужно отрицать expect. Я не ожидаю. Это present simple здесь. I don't expect. I don't expect. I don't expect. It will take long. I don't expect it will take long. I don't expect it will take long. Я не думаю, что, я не ожидаю, что это займет долго. Когда у вас expect и think, здесь отрицать, отрицание с will строить нельзя. Нужно отрицание строить, expect, ожидать. И я не ожидаю. I don't expect. I don't expect. Вот так. Шестое предложение. You won't have any problems. У тебя не будет никаких проблем. You won't. Вот еще раз, пожалуйста, выучите, как правильно произносить это слово. Won't. Oh, won't. You won't have any problems. Можно сказать I'm sure. Я уверен. I'm sure you will not. Сокращенно won't. I'm sure you won't have any problems. Have any problems. Problems. Так. Седьмое предложение. You'll enjoy the party. I think. Я думаю. Ну, все просто. Вы говорите I think. И это предложение. I think. Мне кажется, вам понравится вечеринка. I think you'll enjoy the party. Мне кажется, вам понравится вечеринка. I think you'll enjoy the party. И точка. I think you will или сокращенно you'll enjoy the party. Восьмое предложение. They won't. Помним о произношении. They won't decide anything yet. They won't decide anything yet. They won't decide anything yet. И I imagine. I imagine. I imagine означает представлять. Я представляю. I imagine. Вы скажете I imagine. They won't decide anything yet. Или же можно сказать I don't imagine. They decide anything yet. То есть я не могу представить, что они что-то примут. They won't decide anything yet. Они ничего на данный момент не примут. I imagine. I imagine. I imagine. I imagine. I imagine. They won't decide anything yet. Девятое предложение. The train won't be late. Won't be late. Поезд. The train. Конкретный какой-то поезд. Won't be late. Не задержится. Не придет поздно. Смотрите, вам нужно поставить I don't expect. И когда у вас уже есть отрицание, я не думаю. I don't expect. Здесь отрицание убирается. Вам нужно будет сказать как? I don't expect. I don't expect. The train. The train. Так как у вас уже есть здесь отрицание, я не думаю, что поезд придет поздно. То есть вы говорите придет. I don't expect the train. I don't expect the train. Точнее, не придет поздно, а опоздает. I don't expect the train will be late. I don't expect the train will be late. Десятое предложение. Jane will cook the dinner. Jane приготовит ужин. Я представляю I imagine, что я представляю, что Jane. Jane, I imagine Jane, потом после Jane, will, да? I imagine Jane will cook the dinner. I imagine Jane will cook the dinner. Итак, мы с вами разобрали well. Разобрали, что well употребляется, когда вы говорите о predictions, о ваших прогнозах, которые выходят с ваших каких-то соображений, а не с той конкретной ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Если вы делаете прогноз, основываясь на ситуации, которая возле вас находится, в которой вы сейчас оказались, или которую вы видите, вы используете с predictions going to, а когда нет ситуации, когда вы просто думаете, что так произойдет, возможно, perhaps, или вы так думаете, или probably, скорее всего, или вы ожидаете, что так произойдет, вы используете will. Запомните, после will вы не используете вспомогательную частицу to, никаких to нет. После will вы используете infinitive. Will одно и то же самое для всех форм. I will, he will, she will. Ничего не меняется. И, в принципе, все. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Дай notification button. Все. До новых встреч. Пока-пока.